МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Огненная ловушка Травмоопасный переход Хозяйственный воришка Порох в пороховницах А также особенности подводной охоты Казахстан Справиться с огненной стихией не так-то просто Особенно если она бушует на нефтяном месторождении Над Каспием клубы едкого дыма В воздухе оседает сажа и метан А воду отравляют ядовитые сульфаты Нефть вырывается из скважины И мгновенно оказывается во власти пламени В воздух поднимается 10-метровый огненный столб Зрелище весьма устрашающее На борьбу с бушующим пламенем У пожарных ушло трое суток К сожалению, последствия от ЧП Придется ликвидировать гораздо дольше 15 человек на сундук мертвеца И бутылка рома Видимо, эту песню напевали себе сомалийские пираты Когда атаковали в Равийском море частное грузовое судно Разбойники были уверены, что нападение станет легкой прогулкой Но они ошиблись Оказалось, что на корабле есть вооруженная охрана Посмотрите, крепкие автоматчики открывают шквальный огонь по лодке пиратов Чтобы уйти с линии огня, пираты вплотную подплывают к кораблю Однако это не помогает У охраны судна несколько точек и отличный обзор На летчиков летит новая порция свинца Получив такой отпор, сомалийцы ретировались А вот охрана еще долго стреляла в удаляющуюся лодку Видимо, чтобы в следующий раз пираты обходили это судно стороной Иркутская область Спуск корабля на воду – удивительное зрелище во всех смыслах Корабль оказывается тяжелее подъемного крана Поэтому и тянет его за собой в воду С грохотом и серьезными повреждениями Что же стало с водителем и крановщиком? Обратите внимание, перед тем, как спустить судно на воду Они открыли двери машины, поэтому и успели вовремя выпрыгнуть из кабин Видимо, заранее знали, что эта идея провальная Через пару секунд вы увидите еще один не менее эпичный спуск судна на воду Внезапно многотонный корабль наклоняется в сторону И вместе с членами экипажа опрокидывается на бок Надеемся, моряки умеют плавать Хотя, судя по всему, к берегу им придется идти пешком США, штат Монтана Отец и сын пытались спастись от пожара Но внезапно оказались в огненной западне Путь назад отрезан Пассажиры на свой страх и риск решают ехать дальше Но уже через несколько секунд они понимают, что допустили ошибку Огонь стремительно зажимает машину в тиски Становится все жарче и жарче Автомобиль может вспыхнуть в любую секунду Пассажирам остается лишь молиться Обстановка в машине накаляется до предела Отец требует от сына, чтобы он ехал вперед В этот момент на лобовое стекло падают горящие угли Испуганный водитель бьет по тормозам На этом видеозапись обрывается Но что же стало с героями нашего видео? Каким-то чудом они остались живы Видимо, Всевышний услышал их молитвы Работать пожарным в Канаде непросто Особенно если мешает торнадо Вы только взгляните на эти кадры Обезумевшая стихия диктует свои правила И на этот раз ей хочется поиграть с пожарным шлангом И люди здесь абсолютно бессильны Остается лишь наблюдать за игрой пламени И ждать, пока не успокоится озорной торнадо Турция, Стамбул Никто не знает, что судьба преподнесет в следующую секунду Пассажир метро внезапно проваливается под ступени эскалатора Пострадавшего затягивает словно в мясорубку Мгновение, и он исчезает из вида камеры наблюдения Эскалатор экстренно останавливается Что же стало с несчастным пассажиром? После неудачной попытки спуститься в метро Его увезли в больницу К счастью, живым Удачным такое приземление вряд ли назовешь Моя ошибка Парапланилистка ударяется ногами в автомобиль с такой силой Что вставляет на нем глубокую вмятину Моя ошибка Теперь исправлять ошибку нерадивого инструктора Придется в травмпункте и автосервисе Моя ошибка Борьба Доставить еду в Москве бывает не так-то просто Особенно, когда на своем пути встречаешь конкурента Очевидцам крайне весело наблюдать за потасовкой между курьерами А вот клиентам, ожидающим свой заказ, будет не до смеха Возможно, сегодня они останутся без обеда Как говорится, сытый голодному не товарищ Далее в программе Задержание по-дагестански Молниеносная реакция Неудачная буксировка Аварийная парковка Веселая карусель И другие улетные видеоролики Вот так выглядит задержание по-дагестански Полицейские пытаются арестовать нарушителя Но, похоже, они не в курсе, что в Махачкале Живет очень дружный народ Который никогда не дает своих в обиду Что, не божанули, да? Преимущество на стороне местных жителей Потасовка продолжается до тех пор Пока стражи порядка не делают предупредительный выстрел Наконец, нарушителя ведут к патрульной машине Но, как говорится, надежда умирает последней Один из товарищей решается на финальную схватку Но, как ни бейся, последнее слово всегда на стороне Закона Польша Сейчас вы увидите, на что способен человек в экстренной ситуации По трассе мчится тягач Внезапно он сворачивает в сторону И на полном ходу сносит припаркованный у отбойника микроавтобус От сильнейшего удара груз разлетается по трассе К счастью, водитель с пассажиром вовремя замечают смертельную опасность И успевают отпрыгнуть в сторону Обратите внимание на одного из них Потерпевший прыгает на дорогу А затем стремительно убегает от проезжающих автомобилей Тягач продолжает тащить микроавтобус до тех пор Пока не врезается в металлическое ограждение Поразительно, но в этой аварии обошлось без жертв Все, включая водителя тяжеловоза, остались целы и невредимы Украина, город Каменское Легковушка буксирует белый седан Неожиданно трос между ними лопается Машина на полном ходу врезается в автомобиль А затем откатывается назад Из нее вываливается горе водитель Он запрыгивает обратно в салон И в итоге останавливает свой седан На подмогу ему бежит товарищ Странно, но никто так и не подходит к потерпевшему Возможно, помощь в тот момент ему была гораздо нужнее Харьков Место для парковки бывает удачным, а бывает не очень Прямо как на нашем видео Проезжающие мимо автомобиля то и дело задевают иномарку И не мудрено, ведь стоит она рядом со скользким поворотом Водители попросту не справляются с управлением И раз за разом врезаются в легковушку В итоге за час припаркованную машину задевают 7 автомобилей А может быть это автоподстава? Если так, то место хозяин иномарки выбрал для этого идеальное Глубокая ночь в Ярославле Жители города давно спят в своих кроватях Правда, не всем Этому гражданину явно не до сна Он планирует совершить дерзкую кражу ковра План продуман до мелочей Лицо закрыто, инструмент на готове Осталось лишь осуществить задуманное Воришка аккуратно подтягивает ковер с помощью палки И через щель в калитке вытаскивает его наружу Дело за малым Свернуть награбленное в рулон и отправиться в освояси В хозяйстве все пригодится Вот еще один пример идеального преступления На этот раз дело происходит в Москве Муж с женой обедают в ресторане За соседний столик подсаживается компания незнакомцев Один из них как бы невзначай бросает свою куртку на диван А затем забирает ее обратно, прихватив чужую сумку Пока семейная пара наслаждается едой Злоумышленник прикарманивает их деньги Вор незаметно возвращает сумку на место и спешит к выходу За ним следуют его товарищи В итоге из семейного бюджета потерпевших утекло 30 тысяч рублей Но об этом они узнали лишь спустя пару часов Зачем ходить в парк развлечений, когда на работе есть свой бесплатный аттракцион? Главное держаться покрепче и вовремя сказать «стоп» Иначе можно потеряться в пространстве Веселье окончено Пора приходить в себя и приниматься за работу Англия Город Нордгемптон Грабители пытаются разбить витрину ювелирного магазина при помощи дубинок И никто из очевидцев не решается их остановить Кроме пожилой леди в красном пальто Бесстрашная старушка с сумочкой в руках Яростно набрасывается на преступников Напуганные грабители пытаются сбежать от разгневанной англичанки Однако это удается не всем Один из злоумышленников падает с мопеда Его тут же задерживают очевидцы Неизвестно, чем бы закончилось это ограбление Если бы не героический поступок пожилой леди В финале программы Желанное гостья Маша, иди сюда Хитроумный план На грани смерти Недетское развлечение Высший пилотаж И другие реальные истории На Камчатке Некоторые медведи не прочь зайти в гости к людям Особенно, если их настойчиво приглашают Маша, иди сюда Очевидцы с большим удовольствием Наблюдают за величественным зверем Который не только хорош собой Но и очень умен Поднимай лапу Лапу поднимай Ой, молодец, какая девочка На Опа Медведица не перестает удивлять публику Новыми трюками Конечно же, не бесплатно Ой, ты какой, смотри Как раздавец Это такая Коски такие маленькие Лапа такая Молодец Несмотря на миловидность зверя Ни в коем случае не стоит забывать о том Что это хищник Вот, молодчина ты, девочка Или девочка Ты смотри, эта девочка тебя когтями, чтоб не достала Ты меня достанешь? В конце концов, умная Маша С помощью своих трюков Опустошила все припасы очевидцев Ловить здесь больше нечего Пора и честь знать Ой, молодец, девочка Ой, молодец Подводная охота Увлекательное и в то же время опасное занятие Особенно если речь заходит о хищниках Доминиканская республика Товарищи наслаждаются рыбалкой в водах океана Внезапно один из них замечает акулу Рыба стремительно движется в сторону охотников И вскоре достигает своей цели В считанные секунды акула нападает на рыбака Она кусает его за ногу А затем уходит на дно Испуганные товарищи всплывают на поверхность Чтобы позвать на помощь Но катер, в отличие от хищника, слишком далеко Смогут ли рыбаки выжить? На помощь раненому приходит его напарник Несмотря на смертельную опасность Им все же удается доплыть до спасительного судна На этот раз охотники остались без добычи Зато живые И это главное Что это? Дерзкое нападение морского тюленя? Вовсе нет Испуганное животное пытается спрятаться на судне От назойливой касатки Кажется, опасность миновала И можно вернуться в воду Но не тут-то было Касатка продолжает кружить вокруг катера Очевидцы отходят на судне подальше от хищника На этот раз тюленю ничего не угрожает Операция по его спасению завершилась успешно Французские Альпы Туристы с замиранием сердца Наблюдают за тем, как стадо горных козлов Убегает от лавины Те, кто попроворнее Избегают смертельной опасности Остальных заваливает снегом Очевидцы в смятении Неужели все закончится на печальной ноте? Ничего подобного У этой истории счастливый конец Туристы ликуют Ведь животные снова на свободе Что ж, горные козлы умеют держать публику в напряжении Сейчас мы покажем вам наглядное пособие По демонтажу кривого снеговика Высотой в 11 метров Самый простой и легкий способ Пиротехника Если это не помогло Используйте топор и лопату Только ни в коем случае Не забывайте о мерах предосторожности Иначе снежный шар может упасть на голову Часы кропотливой работы И гигантский снеговик обезврежен Теперь это уже прошлогодний снег Многие в детстве мечтали подняться к облакам на воздушных шарах А вот скайдайвер Эрик Ронер из США Воплотил эту мечту в жизнь Для этого ему понадобились парашют Летний лежак Большая связка шаров с гелием И ружье На тот случай Если он поднимется слишком высоко Все готово И наш герой отправляется в палеон Спортсмен медленно, но верно поднимается в воздух И вскоре оказывается на высоте более 2000 метров над землей Адреналин на пределе Самое время возвращаться на землю Эрик расстреливает гелевые шары до тех пор Пока не начинает падать вниз вместе с лежаком Вы только посмотрите на эти удивительные кадры Спортсмен мастерски отрывается от раскладушки Раскрывает парашют и парит над землей Поистине невероятное зрелище Осуществить такую мечту не так-то просто Для этого нужны выдержка и годы упорной подготовки Индия Похоже, строителям в этой стране ничего не известно О технике безопасности Экскаватор нагружает прицеп трактора настолько Что тот едва трогается с места Водителям многотонной машины ничуть не смущает езда на задних колесах В какой-то момент ему удается исправить ситуацию Однако из-за большого перегруза Трактор снова встает на дыбы Остается надеяться, что профессиональные навыки водителя Помогут ему довести груз в целости и сохранности Авторы программы настоятельно рекомендуют зрителям Не пытаться повторить увиденное Последствия подобных экспериментов Могут быть опасны для физического и психического здоровья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok